рада приветствовать вас на своем канале и сегодня у меня будет видео вот таком вот наборчики торговой марки моричка это будет чудесная просто подушечка артикул nlp 2004 называется эта подушка винтаж и размер ее 35 на 35 сантиметров это новая для меня техника которую я также очень хотела освоить вышивка лентами не удалось мне в прошлом году успеть к ней приступить поэтому надеюсь что получится все сделать в этом году данную работу я буду вышивать в рамках сп роза королева цветов которые организовала светлана абакарова так вот он выглядит сзади есть окошечко где можно увидеть основу с нанесенным рисунком напечатано что у нас входит в набор ткань с нанесенным рисунком схемой габардин нитки мулине написано чье производство ниточек ленты атласные игла для вышивания лентами игла для вышивания бисером и инструкция хотя бисера у нас нету возможно это игла для вышивания мулине сейчас посмотрим что там внутри вышивала я уже наборы торговой марки маричка там довольно понятная была инструкция надеюсь что в этом наборчике также будет все понятно и такой новичок как я данной техники сможет ее освоить и разобраться внизу вы можете видеть сайт торговой марки маричка кому интересно можете посмотреть какие еще есть товар у этой фирмы сейчас я распакую покажу вам что внутри обложка сделано видит книжечки и есть вырезы окошки и вот наша титульная страничка где можно смотреть более внимательно уже без бликов и мне нравится что здесь есть значок где мы можем увидеть какая будет обратная сторона у подушки это очень даже хорошо вот красота должна получиться давайте смотреть что же здесь дальше первым делом мы видим инструкцию схема очень символьная стебельчатый шов зеленая мулине розы паутинки ленточный шов различные цвета лент будет ленты по 12 миллиметров и 1 по 6 ну для меня это все как китайская грамота будем разбираться и такая вот совсем небольшая инструкция что для начала необходимо стебельки вышить потом розы паутинки прямые швы в общем инструкция не очень большая и также есть инструкция как шить наволочку и еще один листик с такой довольно подробной инструкции как именно вышивать лентами данные различные виды швов я так думаю что возможно даже не все они будут использоваться именно у меня есть также вот как стебельчатый шов выполняется есть это роза паутинка различные у нас виды розочек а наверно стандартная инструкция вышивки лентами далее идет картон так здесь уже что-то прикреплено ленты есть артикул подушечки чтобы знали какому именно идут ленточки толстенький пакетик здесь же ниточки мулине вот что находилась в пакетике вот такой вот совсем небольшой моточек ниточки мулине довольно большое количество различных лент наверное их надо будет прогладить так как такие довольно большие заломы на ленточках они интересно шуршат прямо сладость для ушей слышите зеленые тоненькие белые потолще и два цвета розовых розовая белая и коралловая и зеленая тоненькая вот они все эти ленты но их шелест мне очень сильно нравится далее у нас идет рекламка два вкладыша где изображены другие наборы вышивки лентами задняя ткань наношу наволочку смотрите какой довольно большой отрез ткани он не проклеен флизелином но довольно таки плотненький если тянуть не тянется на сразу есть края и подушечка больше никак не получится только 35 сантиметров смотрим что у нас дальше и еще на одной картонке у нас натянута основа здесь вот такая огромная гладана для вышивки лентами смотрите какая она огромная если сравнить например с пальцем все огромная ее с трудом вытащила даже не представляю как она будет проходить через ткань смотрите какие дырки остались на основе и еще одна иголочка да это не бисер на это иголочка для вышивки мулине похоже на 26 посмотрите если их положить рядышком какая 26 кажется в маленькой по сравнению с этой огромной иглой ну такую точно не потеряешь но мою игольничку она не поместится давайте посмотрим на саму основу у меня опять прибавляется картон очки очень хорошо детям в школе пригодится подписано какая подушка красивая кружева нарисована рисунок нанесен четко хорошо все видно каждая полосочка хорошо видно и здесь внизу также есть обозначение как и на инструкции были чтобы можно было сравнить цвета так как на инструкцию значение черно-белые здесь уже цветными чтобы точно знали какой цвет какой ленточкой вышивается все очень хорошо но она такая не проклеенная флизелином наверное и не стоит если будет еще и флизелин наверное совершенно не проткнется иголкой вот такой вот небольшой обзорчик я нахожусь пока в некоем замешательстве как я это буду все делать но я думаю через секунду покажу вам что у меня получается для начала я подготовлюсь разглажу ленты разглажу основы чтобы не было заломов думаю потом ее разгладить будет намного сложнее и приступаю к работе до встречи через секунду посмотрите какая красота у меня в итоге получилось прошу строго не судить напоминаю что это моя первая работа вышивки лентами я очень рада полученным результатом если сравнивать например с титульной страничкой у меня получилось не то что необходимо здесь такие розочки более пышные уже расцветшие такие бутоны раскрытые красивые у меня же розочки более зажатые не совсем такие но это была работа на которой я училась я не знала как делать правильно поэтому у меня есть розочки которые сделаны немного по-другому не сделаны они по одному но немного по-разному я их укладывала эти же вот четыре розочки они такие более пышные получились более раскрытые поначалу думала даже распустить переделать эти розы но потом подумала в конце-то концов розочки бывают разные эти еще у меня не совсем раскрылись поэтому они более такие плотненькие что касается материала у меня осталось довольно много различных ленточек опять же стоит учитывать что я не знаю как правильно их рассчитать краям необходимо по схеме было сделать один слой внешних лепестков я делала два слоя так как сделан на первой розочки один внешний слой по схеме которая была изображена сейчас видите там внизу лепесточек мне показалось на какой-то такой не очень пышной поэтому я сделала уже внутри еще один и делая дальше розы я сразу уже делала внутренний круг и потом внешний чтобы закрыть все обозначения и чтобы получилась розочка более пышной розочки более плотненький у меня на серединку уходил целый метр ленты ленты нарезаны по метру а уже вот этот вот внешний слой который я делала ну где-то треть ленты вот эти же более распущенные розы не такие плотненькие них уходило меньше лент меньше даже одной то есть меньше метров расход тяжело просчитать и я рада что в наборе дан хороший запас для тех кто захочет более плотно делать или кто захочет делать не такие плотные цветы кроме того я не делала особых перетяжек между вот этими вот бутончиками каждый из них вышит по отдельности закреплен по отдельности если делать перетяжки как вы видите они через один идут то конечно ленты пойдет значительно больше так у меня на вот эти вот все бутончики ушла одна коралловая лента и 1 розовая но уже между зелеными я перетяжки делала да от них денешься каждый листик закреплять это сильно долго давайте запечатлю покажу вам и себе запечатлю на память какая здесь изнанка вот необычная не самой было интересно посмотреть как вышивка лентами выглядит с обратной стороны вот мои закрепки каждого бутончика и перетяжки между листиками в конце видео я вам вставлю небольшую нарезку как именно я вышивала эти розочки и бутончики это ни в коем случае не мастер-класс это попытки новичка научиться вышивать лентами надеюсь это видео вам пригодится станет полезным но еще немного расскажу о работе вы видите у меня довольно хорошо видны затяжки на ткани хоть я и старалась прокручивать иголку чтобы затяжек не было но тем не менее затяжки получались но вы знаете на чем-то ведь надо учиться кроме того это будет прикладная вещь если бы конечно в рамочку и на стену результат мне бы не особо понравился но учитывая что это подушка которая будет верзаться я думаю вполне нормальный результат моя работа немного вытянута есть такие волны потому что у меня нету боковой натяжки и работа растянута получается только вверх и вниз если бы была натяжка она бы мне лучше натягивалась возможно где-то я перетянула мулине возможно где-то лентами перетянула если сейчас ослабить натяжку есть волны но посмотрим сейчас оформлю это в подушку здесь это все распрямиться и натянется на подушечку и будет выглядеть немного по-другому работа заняла у меня совсем немного времени первый вечер когда я села за эту работу я вышила только стебельки у меня наверно ушло времени столько же как вышивку лентами и одну розочку на следующий день я уже села вышивать все остачили и оставила буквально небольшой кусочек одну розочку и две веточки с бутончиками чтобы показать какие-то вышивая в принципе работу вполне можно выполнить за полтора-два дня работа выполняется быстро но вышивки лентами также есть свои особенности много различных нюансов и если вы еще никогда не вышивали лентами то конечно тяжело сразу во всем сориентироваться и работа движется немного медленнее я думаю для тех кто вышивает лентами это все будет намного быстрее проще чем меня мне понравилась реакция ребенка когда он увидел эту подушку так как вышивала днем и только после возвращения со школы дети увидели что у меня было на тот момент ребенок сел возле работы долго ее рассматривал и говорит мама а как это ты пришила такие розочки где ты взяла эти розы то есть если дети видели технику выполнения крестиков как пришивать бисер не сами бисером вышивали а вот вышивка лентами это что-то новое необычное для меня так и для них поэтому я до вечера села вышивать дальше свою эту работу позвала ребенка и говорю хочешь посмотреть как я буду сейчас делать эту розочку чтобы ты в дальнейшем не спрашивала как я их сюда пришила детям также очень понравилось так интересно любопытно я пошла делать подушку не через секунду покажу вам готовый результат посмотрите какая красота у меня в итоге получилось она такая классная мне кажется когда оформилась в подушечку стала еще намного красивее потому что так она все-таки висела как-то перетягивалась у меня получилась такая пухленькая хорошенькая подушечка вообще настолько довольна результатом должна она быть у нас 35 на 35 сантиметров у меня получилось немного поменьше где-то я чуть ушила больше яла чтобы не было видно белой полосы здесь нигде поэтому немного прихватывала фон поэтому у меня подушечка получилась 34 на 34 такая она пухленькая потому что внутри подушка 40 на 40 я еще думаю что надо наверно либо купить подушечку какую-то поменьше поискать или возможно все-таки сшить и наполнить синтепоном сделала я ее как наволочку вшила потайную молнию производитель же нам рекомендует сшить три стороны квадрата вывернуть и мелкими стежками зашить оставшуюся сторону наволочки то есть предлагают сделать просто подушку мне же захотелось сделать именно наволочкой не подушкой потому что все таки детки вдруг где-то будет какое-то пятнышко чтобы была возможность ее простирнуть очень красивые получили цветочки я очень довольна результатом я бы даже сказала очень при очень мне понравился результат мне понравился процесс интересно захватывающе я уже пересмотрела каталог еще раз если раньше просматривая каталог я больше обращала внимание на такие вот крупные именно детали где либо розы либо тюльпаны большие листики у тюльпанов то сейчас я сделаю для себя такой вывод что начинать все таки стоит не с таких вот крупных элементов а с элементов каких-то помельче потому что на таких вот крупных деталях больше видны какие-то огрехи больше видно если где-то не дотянул перетянул а мне кажется более мелких цветочках это все не так будет сильно заметно и кроме того хотелось бы попробовать также и немного другие стежки мне понравились как подушки это такая прикладная вещь потому что картин на стену вы много не навешивайте подушечки получается очень красивые милые у морички целая серия наволочек также есть вышивка лентами часов тоже такой хороший вариант и вроде быстро выполняется и вещь прикладная полезная в хозяйстве и также есть еще косметички с вышивкой лентами то есть все таки прикладные вещи меня привлекают значительно больше хотя и картины некоторые мне очень нравится поводу самой подушки как я вшила молнию если вы помните вот так вот была натянута работа на мою раму то есть здесь был низ заготовки здесь вверх а молнию я вшила здесь вот сбоку мне захотелось чтобы подушечка выглядела именно так вот как на титульной страничке то есть я ее немного перевернула но возможно не в суть а если вообще без молнии делать такую сторону повернешь подушку в такую и будет прекрасная подушечка обязательно буду пробовать что-нибудь еще мне понравилось что вышивается очень быстро кроме того хорошо что все уже есть в комплекте у вас уже есть ленты у вас уже продуман рисунок мне надо чего-то думать выдумывать если бы пробовать вышивку лентами именно покупая ленты придумывая сюжет придумывая какую основу взять мне кажется я бы так никогда не решилась вообще на вышивку лентами поэтому все-таки хорошо что есть наборы в которых производитель все продумал за вас так конечно пробовать значительно легче и еще хотела сказать что все таки вышивка лентами наверное более творческая работа если вышивки крестом многое зависит от производителя насколько он хорошо проработал схему насколько хорошо он подобрал переходы цветов, то здесь, пожалуй, больше все-таки зависит от самой рукодельницы. Даже по моей работе уже видно, там я по одному сделала, там по другому, где-то было одно настроение, где-то другое. И то, как вы сделаете свою работу, все-таки больше зависит от вас и не столько зависит от производителя. Конечно, огромное значение играет, чтобы хорошая была основа, хорошие были ленты, хорошего качества, чтобы их хватило. Но все-таки большую роль в красоте конечного результата играет именно мастерство самой вышивальщицы, ваше мастерство, насколько у вас получится. Но хочу все-таки призвать никого не бояться, вышивается быстро. Да, это не так легко, как мне казалось на первый взгляд, есть много различных нюансов. Например, необходимо следить за ногтями, я где-то пока вытягивала плоскогубцами иголку, повредила ноготь. И сразу же небольшой кусочек надламанный, он начинает цеплять ленту, начинает оставлять на ней некрасивые неприятные затяжки. То есть, даже за таким моментом необходимо следить. Вот, пожалуй, все. В конце я сейчас вставлю вам, как именно я вышивала эти розочки, бутончики, листики. Возможно, кто-то захочет вышить именно такую же подушечку, чтобы все было собрано в одном видео. И те, кто хочет вышить что-нибудь лентами, сможете убедиться, что все это довольно просто, не стоит бояться. Ну, а для тех, кому это неинтересно, с вами мы встретимся уже в следующем видео. Кому интересно, оставайтесь еще немного со мной. Итак, первый элемент это роза паутинка, как они изображены на схеме. Вот наша инструкция. Нам здесь говорят, что наметьте на ткани круг из пяти лучей, выходящих из центра. И потом надо вывести иглу в центре круга и переплетать. Здесь все наглядно видно, все понятно. И примечание того, как сильно вы будете ее подтягивать, зависит внешний вид розы паутинки. Что мы и видим, что все розочки у меня разные. Обратите внимание, что у нас будет круг, вокруг которого необходимо будет сделать еще дополнительные стежки, чтобы прикрыть ниточки. Кроме того, вот эти вот стежки это ленточный шов. Ленточный шов бывает как центральный, когда вы закрепляете ленту в середину, так и бывает правый и левый, когда вы закрепляете соответственно либо в правую, либо в левую сторону ленты. Я покажу вот этот шов вам немного попозже на листиках. Мне же это не очень понравилось. Я попробовала сделать здесь и решила, что, наверное, я буду делать не ленточный шов, а вокруг обшиваю просто прямым швом. Делать эти лучики я буду обычной белой ниткой. Два сложения. Конечно, лучше делать нитью в цвет, но у меня не такой большой выбор швейных нитей. А мулине, мне кажется, и не такие крепкие, поэтому я решила все-таки взять нитку поплотнее. Здесь ничего сложного нету. Единственное, не очень удобно снимать. Инструкции нам рекомендуют закрепить нить, но я ее еще не закрепляю, потому что этой же ниточкой я потом пришиваю ленты. Из центра выводим ленту, немного прокручивая иголку, даже прокручивая, у нас остаются довольно крупные дырки. И сейчас наизнанке прихватим ниточкой ленту. Заодно и ниточка наша закрепится, и ленточка. Вот как это выглядит наизнанке. Лента у меня перешла от предыдущей моей розочки. Можно прихватить, можно даже за основу ухватиться. Заодно и лента не будет вытягиваться. А стежки, которые видны будут на лице, они в дальнейшем спрячутся под розочкой. Прихватили. И также, не обрезая, я оставляю. Потом нам эта ниточка пригодится в конце, чтобы закрепить розочку. Ну и теперь мы начинаем делать. Под одну закрепочку завели вниз ленту, следующая наверх. Потом опять вниз. Следующая у нас будет сверху. Преворачиваем ленточку, чтобы блестящая сторона была наружу. Проходим поверх этой и под низ следующей. И вот так вот чередуем. Выкладываю розочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Когда вы намотали столько, сколько вам нравится, вы вводите ленточку вниз. То есть здесь она у меня под переплетением. Поверх этого будет идти. И вот здесь она должна быть под переплетением. Поэтому я сюда ввожу свою ленту. Сейчас тяжело пропустить. И формируем последний лепесточек. Теперь начинаем формировать внешний ряд лепестков. Чтобы прикрыть ниточки, которые здесь сбоку у нас видны. И чтобы сделать не просто бутончик, а именно пышную нашу розочку. Музыка Если вам не хватило ленты, ничего в этом страшного нет. У меня вот остался такой совсем маленький краюшек ленты. Делаем последний лепесточек. И в конце, с обратной стороны, просто этот край ленты пришиваем. И вводим следующую ленточку в работу. В инструкции у нас описан плоский узел, как закреплять именно ленточку. Вы сейчас это видите на экране. Сейчас проделаем с вами это вместе. Для начала я опалила края ленты зажигалкой. Чтобы они не торчились. Зажигалка наш верный помощник в данном деле. Я продеваю ленточку совсем недалеко. Потому что первую свою ленту я продела, как и мулине, где-то до середины. Но в процессе протягивания вы увидите, что лента в месте, где она входит в углу, она деформируется, становится некрасивой. Поэтому не портите ленту. Второй край ленты загибаем, втягиваем серединку на углу и протягиваем ленту. У нас образовался вот такой вот хороший узелок, который не вылезет. И вводим в работу нашу ленту. Первый ряд плетения вокруг серединки у меня завершен. И второй я начинаю оплетать уже по тем значкам, которые нарисованы. То есть здесь у меня немного закрылось. Выходя из уголка и до следующего уголка. То есть по нанесенному рисунку заодно и рисунок спрячется. И когда уже полностью вся розочка сделана, все лепестки, вам нравится полученный результат, я переворачиваю наизнанку и опять же закрепляю. Ленту нам необходимо обрезать и опалить края, чтобы она не обсыпалась. Делаем это аккуратненько, чтобы не подпалить всю работу. Бутончики я делаю прямым стежком. Краешек ленточки закреплен узлом. Здесь все просто. Вводим ленту, аккуратненько протягиваем. Просто выкладываем бутончик. Чтобы не было больших перетяжек, каждый бутон делала по отдельности. Теперь я просто обрежу ленту сзади и закреплю ее ниточкой. Давайте покажу вам еще центральный ленточный шов. Его мы будем делать зеленой ленточкой. Листочки. Для этого шва я взяла иголочку 24. Потому что ленточка тоненькая. Мне кажется, вот эта вот огромадная игла. Она чересчур большая. И по сравнению с ней, вы знаете, 24 окажется какой-то просто малюточкой. И здесь довольно тяжело уже вынимается лента. Потому что есть и ленточка розовая, и мулине. Формируем наш листик. В центр ленточки вводим иголку. И пропускаем ленту наизнанку. И так далее. Ну вот, пожалуй, и все. Вот такая вот красота у меня получилась. Пробуйте, не бойтесь, осваивайте новые техники. Мне очень нравится, что даже в нашем рукоделии мы не стоим на месте, что мы развиваемся, что мы можем попробовать что-то новое, интересное для себя. И желаю вам, чтобы у вас все так же получалось. Не бойтесь, пробуйте, дерзайте. А у меня на сегодня все. Благодарю вас за внимание. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!